всего два вопроса кто ты по национальности какую страну ты можешь назвать родиной если ты не задумываясь ответил то ты заведомо счастливый человек я же в ответах сомневаюсь иными словами кто я жили сложно просто поделиться с обычным народом мне неприятно как туристу вот такой вот пошло оно все нельзя подышать не дают нормально а кого вы уважаете тогда вообще кого здесь уважают это неправильно получилось немного жестче чем я рассчитываю здравствуй друг я мага в этом выпуске я покидаю чечню и отправляясь на азербайджан в лучших традициях канала я еду без денег и связи поэтому куда меня занесет мы уже узнаем вместе с тобой приятного просмотра бабуль привет я в дагестане у меня сейчас но скоро связь пропадет я россию покидаю через пару дней я вернусь связь когда появится в россию приеду уже позвоню ты только это не волнуйся хорошо целую бабуль пока пока я только что прошел границу точнее я иду сейчас прям по ней здесь снимать нельзя но мы в азербайджане мать его да мы это сделали ночь я думал сдам все осталось где-нибудь спать нет мы по месту до баку 250 километров может быть в сторону баку подвести можете в сторону баку с вами гернать здесь вы туда а можно с вами рейнджер документ а нельзя доброе утро я в баку по моей роже видно да насколько я хочу спать или нет да не спорю звезд здесь далеко не 5 на что поделаешь когда отключаются мозги у меня первый раз в жизни попросили прощения за то что нарушили мой покой в падике извините я прощаю прохладно прохладно сейчас чуть-чуть лежи вставать хочу есть ужасно сейчас что-нибудь надеюсь найдем вы просто понимаете чуть-чуть ни денег ни еды не осталось может у вас кусок хлеба старый будет что кусок хлеба ну просто не нужно да да просто просто хлеб мить мясо да я из белоруссии туристы это попросить кусочек либо попросить кто-нибудь ненужный спасибо что это была тяжелая миссия не кавказ конечно но в беде отчасти не оставили с русским языком здесь вообще беда просто беда баку очень сильно напоминает европу также красиво не спорю крутые тачки мазерати бугатти сейчас мы направляемся на смотровую площадку посмотрим на эту всю красоту сверху да кстати так получилось что англичане подсосали здесь стиль вот этих вот такси мобайл ну вы поняли да я попробую я не обещаю но я сейчас попробую пробраться вон туда куда-нибудь в ресторан повыше здравствуйте а вы сам ресторан находится в теле сейчас проберемся на двадцать седьмой этаж в ресторан попробуем посмотреть и оттуда свалим внедрием все внедрием так неплохо не все романтик тут мне в принципе импонирует находиться в ресторане после подъезда обосновать просто можно меню давайте на секунду представим что я не бомж и не бездомный а сижу в рястике черная икра 60 монат я так полагаю что это много очень в долларах монаты спасибо пожалуй мы сделаем рокировку и резко свалим отсюда на вниз нам нет нет я пришел я ушел я депозит не брался не в смысле я знакомился с ценами просто ну дороговато и ушел не мне никто не сказал ничего вечерок добрый поднимайтесь платите бабки никуда если мне не понравилась кухня или не не но обычный ресторан ознакомиться с ценами с кухней не понравилось уж да быть может я не мажик и не разбираюсь в этих ресторанах но насколько я понимаю депозиты приходит мне не понравилась кухня не понравились цены я должен им платить 15 долларов я на них в узбекистане месяц проживу чё такое чуть-чуть это было вообще для туристов говорит бесплатно лондон вип-такси ну-ка кайфес оба ну ладно а так вы не бесплатно вы жули не ищете я так все тогда у вас штраф конфетка я пошел я понимаю что дорожное я туристов бесплатно такси ложь бесплатно такси лондон вип-такси я так надо уже познакомиться да он немного больный да до свидания ну вообще как добрался ты сюда короче границу пешим нельзя было проходить там какой-то таксист попался он меня про перебьес через границу то есть также с границы сюда ты доехал также автостоп а где ты кстати переночевал-то в доме каком-то смотри так я квартиру тебе тоже сделал ты сегодня оставишься у нас там все условия искупаешься переоденешься ты кстати кушал вообще что-нибудь все сейчас поедем покушаем родился в россии живу в беларуси корни армянские и грузинские не про одну страну традиции жизни ничего не знаю в россии я русский в беларуси беларусь и так далее кавказские страны свои я не посещал ничего про них не знаю кому себя отнести хочется уже наконец-то определиться конкретно знать какой нации я отношусь но не выходит но перед тем как я покажу вам баку я отправлюсь туда куда мне соваться лучше не стоило я бы хотел поздравить россиян с победе над испании до чемпионат мира по футболу продолжается и совсем скоро мы будем играть с хорватией очень надеюсь что они их тоже порвут именно поэтому я решил поставить на победу россии коэффициент который аж 28 пользуюсь при этом я букмекерской конторы one win именно здесь широкая линия ставок быстрые выплаты высокие коэффициенты и круглосуточная поддержка свои ставки на чемпионат мира и не только можете сделать по ссылке в описании доброе утро мы начинаем второй день в баку доброе утро люди которые меня вчера приютили устроили небольшую ну или же большую алкоэкскурсию по азербайджану снимайте естественно я этого не стал меньше пропаганды алкоголя но она сегодня у нас небольшие планы впрочем вы сейчас все сами увидите очень долго я вчера размышлял как же можно показать вам баку потому что город действительно красивые улицы европейские окей но я же не буду ходить и показывать вам эти улицы поэтому мы подберемся со стороны контрастов давайте продолжим исследовать пока не понимаю куда ведет дорога как тебя зовут рано понимаешь русский язык салам алейкум русский язык немножко да ой отлично вот эти вот улички это жилые дома и но есть люди живут они просто выходишь города красиво это как раз контраст такой очень старый очень старый да хорошо спасибо спасибо большое чай воду чай хотите чай да не отказался бы у нас ремонт войне уж здравствуйте сломая ком меня была зовут белоруссия у нас тоже диктатура для у нас смертная казнь есть здесь как вообще жизнь она здесь тяжелая жизнь у нас увидел основном живут зашел людей которых живут россии за счет россии мне везде говорят я таджикистан узбекистан проекта но смысле с помощью нашу тех людей которые там работают это не считается за счет россии здесь работа есть для для людей которые работают в государственных делах их родственники ближние ближние люди вот у нас короче да все есть но не для народа вот так смотришь на страны вроде бы и нефть есть и развивайтесь живите а все равно воруют да вот себе же дурят конкретно вы все слышали сами и знаете я не удивлен потому что где бы я ни был я это слышу везде что возможности есть для тех кого связи деньги неужели сложно просто поделиться с обычным народом даже ваши земляки я никогда этого не пойму наверное здравствуйте меня влад зовут я с беларуси турист но интересно вот это очень красиво выглядит конечно мне все непривычно что это одежда на улице даже в центре города там просто вот заходишь и она все ого атмосфер ненько не спорю а так не уютненько симпатично с балкона посмотреть этот вид как это же как вас зовут меня вот такое имя кобира кобира я влад доброе утро здравствуйте я как свой спасибо вам большое ну да здесь душевно здесь это родное я вот здесь росла где бы я не была красивый дом на вострок и соли все равно меня тянет сюда на родину на будьте здоровы спасибо вот контраст который я искал я нашел и пожалуй на этом хватит что вы знали каждый раз когда я захожу к людям я не просто снимаю добываю для вас материал я сопереживаю и каждый раз это трудно заходить в эти не в обиду сказано будет трущобы и спрашивать как у вас тут живется хреново живется понятное дело так что на этом закончим и перестанем тревожить людей уже получше все отлично тот контраст который от этого которому вчера говорили ты заснял я его нашел более того я попал даже в дом к людям океи пообщался немного информацию на этих старых улочек да 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 вот то что я вчера заметил просто вот то что прям вообще супер я даже не ожидал что там настолько все атмосферное там люди ну там другая совсем жизнь не семьям которые меня принимали не случайным прохожим с которыми завязывался диалог я никому не говорил о своих армянских корнях потому что вы знаете что обычно я снимаю людей такими какие они есть если бы я сказал что я армянин то материал был бы совсем другой или же материала не было бы вовсе спасибо что пустил домой спасибо родителям спасибо родной ты мой друг то есть ты уже все никакой не путешественник и просто друг который может просто прием я за тобой придет давай 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 осторожнее береги себя давай бог с тобой сал 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 до пирана а потом в горы туда в деревне конечно здрасте я болтам эти морс были да и жить и морск жить и житомир житомир это украина я у меня беларусь то мы граничим но беларусь украина разные вещи не туда не ходи на пойду до сего и сегодня захочется подальше пройти а то я вообще все ничего не проехал грубо говоря пройдусь прогулять ночь вот этого знаешь сколько километров остаться и никого-то я не знаю по-русски не знает нам что-то будет вы часто спрашиваете страшно ли мне бывает момент его допустим как сейчас сначала у меня разглядывают паспорт потом спрашивают есть ли у меня оружие после чего привозят к мужикам в наколках и после аккуратно из-за угла меня начинают фотографировать я не понимаю зачем я на такую паранойю сел завтра я вам покажу где я нахожусь какую даль я забрался а сейчас я просто буду избавляться от этого страха потому что боясь чего-то далеко никогда не уйдешь сначала паранойя лишь увеличивалась потому что за весь вечер со мной никто даже не поздоровался молодежь и старики остались в стороне обсуждая и вечно показывали меня пальцами позже хозяин дома объяснила что меня боялась вся деревня ибо взрослые на полном серьезе думали что я шпион а молодежь называла меня ваххабитом а если в том селе наверху тоже подумают что я ваххабит то там как там шоуского не понимают не объяснить тоже могут испугаться доброе утро я все же хочу быстренько рассказать о своих планах и где я нахожусь моя главная цель это максимальный отшиб азербайджана село называется джонни находится она на горе и она в двух километрах от границы с ираном не туристические зоны никакие максимальный мать его отшиб я думаю вы оцените и идти мне 44 километра туда и обратно почему нет в обуви заходить саламу и кум вы сейчас ждете урока до урок в 9 часов урок 08 30 пол девятого до а а сколько у вас пацаны в классе человек учится русский шестой пятый класс 4 6 4 человека в платье надо куда-то поехать в джонни без разрешения кто тебя отпустит в джонни кто был откуда он приехал зачем приехал куда поехал зачем поехал ну да и здесь как-то с этим сложно все спрашивают куда что недоверие какое-то какие правы имеют зачем пришел туризм но обычный туризм один человек может быть туристом самое приятное наверное то что я пришел в школу не днем когда это уже выглядит как музей и там никто не бегает а утром в самую суету на пятиминутку преподавателей когда дети еще ждут уроков это называется ворвался я понимаю что я их зарядил там всех они весь день теперь будет меня обсуждать баха битта ну как только давайте из моих рук раз вы мне не доверяете давайте я вам почему меня боятся у вас туристов что ли не будет дайте мой паспорт я вам покажу я знаю не хочу мне неприятно как туристу вот такой вот недоверие когда у меня паспорт постоянно спрашивают обычно никогда такого не было почему здесь такой я понял я пойду мне нужно идти спасибо все до свидания нет но что я не прав раз его скажи я не прав типа на каждом шагу покажи паспорт мне не нравится эта атмосфера что это такое паспорт я спорт еще за дичь продолжаем идти грёбаный джонни вы меня на чай зовете или вы меня проверить хотите у меня везде спрашивают паспорт а кто ты чекист ваххабист шпион нет все вот это всякого может быть мало ли что в секунду она рассказала вам позвонили в арне приехали на сказать что вот кто-то какой-то парень одно дело просто когда вы интересуетесь вот вы лицо исполнительный комитет другое дело когда местные все местные они не имеют права вам сейчас просто ног так местные позвонили сказали да вместе позвони и сказали что кто-то идет там ой красиво глава исполнительный власть я помню местного хаммитета вы шериф местный да катакомбы такие не не вы меня за протоколировать хотите салам аликум все на связи постоянно мерещится звук машин никого нет ну как там не знаю в магазин съездить никуда не надо нет в apple store я не знаю куда угодно получилось немного жестче чем я рассчитывал ну мне плевать я это сделаю когда я начинаю уже эти погибать для меня это не просто село это уже сука цель это нужно сделать это трудно и поэтому это нужно сделать изначально я выходил и просто думал что это типа аля прогулка нихера теперь это превратилась сука цель я обязан туда дойти пошло оно все пишет поперся сюда мучение закончены вот она называется джонни сломайку я надеюсь вы не ментам звонить я уже сегодня с ними общался говорить 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 по-русски кто-нибудь а кто кто-нибудь там там кто-нибудь кто кто-нибудь знает подняться к вам так я понял ладно давайте я попробую уже а где можно посидеть просто присесть вот сюда мы а вот того а вы говорите немного здравствуйте здравствуйте куда смотришь ты ну просто вот смотрю как живу не нельзя почему куда тебе паспорт зачем нам надо понимать или нет здравствуйте добро пожаловать спасибо наступил ой бы ничего я 8 утра вышел но сейчас два часа не знаешь я знаю каждый сиденье прошел мне звонили тут все сообщаю да да я устал я посидеть хочу просто я отдышаться хочу мы все ходим я хочу просто сидит мне сегодня везет на исполнительные комитеты 21 10 21 он уже 10 да уже ничего я чай приехал попить чай попил меня оформили теперь увижу да чисто приехал в баку невкусный чай я приехал пить сюда его подышать не дают нормально просто подышать посмотреть у меня полчаса чтобы посмотреть на этой и меня оформляют ну чё такое так я специально сюда забрался подальше потому что здесь свой язык и точнее азербайджанский язык это лыжский язык правильно здесь вообще другое немного все это гость просто есть везде эти окна в стенах это так специально я вот это и хотел увидеть когда ехал света нет в очередной раз мне крупно повезло потому что в селе пропал свет и к вечеру должны были приехать электрики дабы исправить ситуацию все что мне оставалось делать это дождаться их приезда и после спускаться три часа по горам к дому где я ночевал ранее большое спасибо вам хорошо что встретились я не зря заговорил про свои армянские грузинские корни потому что уже 28 лет идет холодная война по меж азербайджаном и армении за небольшой кусочек земли который носит название как непризнанная республика нагорный карабах если кто-то не понимает о чем я-то но а а а а а а а а это пистолет аккуратно стреляет она стреляет аккуратно деньги нельзя нельзя деньги нельзя спасибо кто остается давайте прощаться все было приятно спасибо большое и вам ничего 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 нас кидали да еще все больше да если буду здесь обязательно заеду а здесь у меня есть тебя телефон тоже есть но давай в тенек встану все спасибо за спасибо вот такая выдалась у меня странная поездка на джип азербайджана я сначала думал что попал каким-то бандитом а нет это всего лишь бывший торговец оружия хорошие люди я решил изменить свой маршрут на 300 километров и все для того чтобы сделать приятное одному очень моему дорогому человеку скоро все поймете ситуация такая меня кружили менты вонючие ребята из толпы увидели вытянули меня пытаются найти мне ночлег ночлег находит в больнице у своего брата с языком здесь вообще русским никто не дружит поэтому мы общаемся через google транслит это вообще беда полная трассы темные некуда идти поэтому направляемся в эту больничку в 10 часов гензе брат меня встретит встретиться все брат встретиться гензе лучше народ азербайджан вот видишь все азербайджан пока в армении что плохие люди конечно я понял я понял ладно у меня не ехать на две минуты теница знаешь это самый дикий это ужас ладно в деревне у меня здесь тоже документами тыкали здесь нет никакого доверия к туристам я не хочу сюда возвращаться у меня чистое сообщение от брата адрес ищу брат привет те документы которые ты вчера поднимал и я не могу тоже разобрать в улицу если будет возможность просить найти как-то еще документы поднять подними пожалуйста потому что я уже здесь я по месту и у меня интернет есть всего на час вот так давай я тебя жду а брат брат фред да да здравствуйте вы же можно вас туда и вас не здесь очень-очень давно по другому улице назывались их переименовали советское время такая улица фиолетовая 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 167 это ази залееву нужен а номер дома 167 пойдем искать спасибо разы далее о подъемных а а тут трамвайные пути были кратыли здесь да 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 а там не говорят трамваи нет нет вот они да все значит и по той же улице спускался да значит мы туда едем значит видимо но до счастлива пушкин а вот это азиз алиев да что ж я приехал в кировобад сейчас называется гянджу но новое название мне не совсем нравится почему я сюда приехал потому что здесь однажды жили мои дедушки и так как у них возможности больше нет сюда приехать из-за войны я решил посетить это место и просто показать их старый дом улицы все переименовали из-за войны поэтому найти крайне сложно но мы пытаемся это сделать я думаю получится вот 165 раз 171 это или как это все идет туда значит это была улица раньше фиолетовая а как найти 167 дом который здесь был это 125 мы недалеко мы близко да вот здесь вот 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 они старые номера остались вот они с олд олд нам бы да но мне значит туда наверх внутри зайди там общем-то бар очень хорошо на этой стороне должно быть наверное были как же это трудно тут старые номера улиц и новые они все перепутаны четное нечетное шаришь maybe 167 это? іс собак? да 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 по-любому должен быть он 167 фиолетовая я пришёл серьёзно ноу-вейх как туда попасть только теперь мы должны понимать не понимает небо окей небо и сюда давайте зайки кто-нибудь прошу да это она по-любому отвечают но окна новые стоят значит тут люди живут же жжж можно обойти хотят смыться ну да пошли никого дома не любят девушки очень надеюсь что я пришел к правильному дому я очень хотел сделать вам приятно если я ошибся домом улице если не получится попасть внутрь вы не обижайтесь пока мы продолжаем обходить все дома подряд я бы хотел обратиться к своим дедушкам смотрите родные кировабад сегодня выглядит как-то так небольшой город с его устроенными площадями торговыми центрами и красивыми улицами с тех пор каким вы его помните здесь остались наверное только кирпичные здания которые еще с давних времен символизируют этот город хотя бы к соседям зайти какой-то соседний дом здесь есть а ну что есть кто-то пустит домой тебя кто-то знает ну на кавказе вообще принято домой пускать там чаем поить и не знаю гостеприимство есть почему здесь так все да никто меня не просит я же говорю я сказал что это мое желание он просил если можешь хочешь свой другого черта показать то я был твой старт дома я с него фотографии вот да 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 я правильно говорю но я хочу показать человеку сделать приятно почему не они же не человек и они обезьяны да какие шо вы говорите такой вот такой правильно говорит кто такой армян ой все я не я не буду с вами разговаривать на эту тему толерантным быть надо почему все ничего русских здесь не любят на русском языке нельзя говорить я встречал что да я столько людей встретил по дороге вы не представляете они не знают на русский нет мне русский на русском языке человек переводил другого что на русском здесь не любят говорить здесь русский язык не любят не уважают а кого вы уважаете тогда вообще кого здесь уважают да зачем мне такое уважение кто и какая разница кто я человеком быть человеком быть на они же не человек и все пошел и стюпит а им хейт расизм но это это неправильно все таки не получилось у меня слов нет меня прям в ненависть кидает я толерантен но когда я встречаю таких людей меня меня разрывает не получилось зайти внутрь хозяин отсутствует жена где-то бегает непонятно вот такие вот люди сейчас живут на этих улицах это уже не те улицы здесь нет того самому трамвая морально выпуск дался крайне трудно тот мужик у дома моих старших был просто последней каплей в этой межнациональной вражде во мне не на шутку разыгрался кавказ сейчас кажется я начинаю понимать кто я есть на самом деле и я не смогу себе простить тот факт если я даже не попытаюсь добраться до этой земли где до сих пор проливается кровь да я уже здесь на горный карабах вот и вот и вот